Потом пошел снег, осень, и мы что-то забросили его, он у нас всю зиму вот лежал. Каждый владелец мангала будет говорить, что его мангал самый идеальный. Нужны отверстия в мангале или не нужны, будет неконтролируемое горение, мясо будет подгорать, их постоянно надо будет заливать водой. Кому надо, покупайте, мне вот этого за глаза. Сочная, во рту тает. Краска высохла, ну моментом просто. Я даже размечать не буду так на глаз. Пару точек и все. Ребят, привет, мои хорошие. Ну на дворе у нас май месяц, а это значит, что открывается шашлычный сезон. Вот у нас мангал, мы с Алексеем еще осенью пытались настроить, потом пошел снег, осень, и мы что-то забросили его, он у нас всю зиму вот лежал. Сейчас мы ближе к майским праздникам, решили это дело опять возобновить. Значит, сейчас я вам попытаюсь рассказать. Вот Алексей у нас долгое время работал в пищевой промышленности, да? Он занимался поставками торгового оборудования и очень часто общался с шеф-поварами известных московских ресторанов. И на основании этого, конечно, в каждом подворье, ну, есть свой мангал, и каждый владелец мангала будет говорить, что его мангал самый идеальный. Поэтому мы вам сейчас расскажем, ну, Алексей сделал вот этот вывод на основе многолетних своих исследований. Кто говорит, мангал нужно делать так, другой говорит, мангал нужно делать так. Мы сейчас скажем, почему мангал должен быть такой, то есть, и почему именно такой, а не другой. Значит, смотрите, коллеги. Высота стенки у нас, высота 170 миллиметров. Это сделано с расчетом того, что плюс будет уголь, слой угля, и высота мяса над углем будет где-то 12 сантиметров. Это самое оптимальное расстояние. Вот, почему именно такое расстояние? То есть, можно сделать и немножко пониже стенки. Ну, тогда придется постоянно стоять рядом с мангалом, постоянно крутить шампура, понимаете? Постоянно, чтобы мясо не подгорало. Если сделать стенку еще выше, то мясо будет жариться долго и будет высыхать, будет сухим, не сочным. А вот 12 сантиметров, это самая оптимальная высота, да? Так, ребят, обратите внимание на заставочку. Это Иван сделал мне заставочку новую, это Иван, человек, который отвечает за монтаж нашего видео. Иван, тебе привет, если будешь смотреть. Ну, зацените, по-моему, красиво. Так, теперь поговорим, коллеги, о отверстиях. Многие ведут споры, нужны отверстия в мангале или не нужны. Кто их делает на боковых стенках, вот так вот в шахматном порядке, кто делает даже внизу, в днище делает отверстия. Я видел разные мангалы в разных исполнениях. Вот на мой взгляд, на мой взгляд и на взгляд Алексея, отверстия нужны только, если мы пользуемся дровами, а не углем. И то они нужны только тогда, чтобы дрова быстро прогорели, чтобы была тяга и образовались угли. И я бы рекомендовал делать отверстия в самом низу мангала, в самом низу, чтобы когда дрова прогорели, эти отверстия закрылись углем и было как можно меньше тяги. Либо в идеальном варианте делать заслоночку такую, чтобы когда дрова прогорают, отверстия открыть. Когда они уже прогорели, образовались угли, отверстия закрыть. Когда мы пользуемся чистым углем, уже готовый уголь, засыпали, он разгорелся, можно сразу жарить. Эти отверстия не нужны. Если они будут, то они будут только мешать, потому что будет задувать, будет неконтролируемое горение, мясо будет подгорать, их постоянно надо будет заливать водой или чем-то там притушивать, понимаете, чтобы не подгорало мясо. Ну вот такая вот наша позиция по поводу отверстий. Вы можете с нами соглашаться, можете нет, но вот это наша позиция. Мы ее озвучивали, а там уже решение принимайте сами. Так, ребят, пару слов скажу про мангал в исполнении без отверстий. Если отверстие вы не делаете, да, то и мангал у вас подразумевается, что он будет стоять у вас на улице, то надо делать отвод воды. Можно как сделать, как вариант, как вариант, я не настаиваю, там решение сами принимайте, но как вариант я должен вам предложить. Можно сделать слив воды через ножку. Вот у нас, видите, круглая ножка. Вот можно приварить, вот сюда варим ножку, сверлим отверстие в одном углу, да, и через ножку вода уходит. Единственное, может, конечно, ножка забиться, если ее в землю воткнуть. Ну вот тут повыше немножко можно просверлить отверстие. Вариантов можно найти массу. И далее, если мангал подразумевается перевозить там в машину, в багажник поставить, то можно сделать съемную вот с помощью вот такой резьбы. То есть вот эту длинную отрезаем, вот так привариваем. На любом строительном рынке, там в Леруа Мерлен продаются стальные муфты. То есть мы не саму трубу привариваем в качестве ножку, а привариваем, привариваем вот сюда стальные муфты, да, и уже трубу, трубу мы вкручиваем, вот эту резьбу, когда надо вкрутили, когда надо выкрутили. Вот как вариант. Ну, многие делают разные варианты съемных ножек. Ну, мне нравится вот такой вариант на резьбе. Выкрутил, крутил. Ну, ребят, теперь план у нас такой. Сейчас мангал вот этот собираем до кучи. Тут на прихваточках его соберем, приварим ножки. У нас он на улице стоять не будет, он у меня будет стоять в гараже. Поэтому я ножки приварю наглухо. Мы его будем просто заносить и выносить, когда надо. Все. И прям сейчас при вас пожарим мясо. Посмотрим, что у нас из этого получится. В общем, погнали. Ребят, вот я купил вот эти ручки в Леруа Мерлин. Они, по-моему, рублей по 50. Там, конечно, были кованые такие, крученые, верченые, красивые. Они по 500 рублей. Ну, мне это, кому надо, покупайте. Мне вот этого за глаза. Можно из арматуры. Да, можно из арматуры, можно с любого прутка. Ну, я вот, чтобы не париться, купил по 50 рублей. Сейчас прихватим и готово. Я даже размечать не буду так на глаз. Пару точек и все. Так, ребятки, видите, вот мы вот до кучи собрали, ножки приварили, ручки приварили. Сейчас вот я купил такую краску, обратите внимание, в Леруа Мерлин 400 рублей. Вот эта краска стоит. Она специально для мангала, термостойкая. Высыхает она за 30 минут. Сейчас солнышко, ветерок, она моментом высохнет. Ну, полное высыхание написано 24 часа. Но так, чтобы она перестала липнуть, это 30 минут и готово. Сейчас, в общем, задуваем и начинаем жарить. Погнали. Процесс пошел. Обратите внимание, ребят, видите, мы его уже покрасили. Краска высохла, ну, моментом просто. Сейчас солнышко, ветерок. И вот мы уже, видите, огонь развели, он уже мясо нанизали. Сейчас процесс довольно быстро у нас этот завершится. Ребят, забыла пахало купить. Вчера был в Леруа, надо было купить. Ну, видите, картонка. Сейчас уже почти разгорелось, сейчас уже начнем жарить. Так, вот Виктор приехал, поприветствуйте Виктора. Видите, запашок пошел, сразу люди начали подтягиваться. Да, 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 в Москве чувствуется. Уже скоро, да, уже скоро. Видите, у нас, ребят, тут еще не высохло, еще грязище. Вчера дождь целый день лил. Ну, скоро вот это все у нас зеленка пойдет, тут будет красота. Ну, а пока жарим мясо. Будем каждый день. Да. Так, мясо у нас готово, ребятки. Так, ребят, ну, все у нас готово. Давайте сейчас проведу дегустацию, скажу свое мнение, как мангал у нас нормально вышел или нет. Ну, мне кажется, все четко получилось. Мясо сочное, мягкое. Даже в кетчуп не буду его макать, чтобы не быть предвзятым. Ребят, мясо великолепное, прям сочное во рту тает. Сразу чувствуется, что мангал свежесваренный мангал. Виктор, давай. Да. Класс, да? Сочное, не жесткое, то, что надо. В общем, ребят, мы тут все за рулем. Что покрепче налить не можем, только вот сок, к сожалению. А может, и к счастью. Давайте, ребят, всех вас с наступающими, или уже с наступившими майскими праздниками. С Днем Победы. С наступающим Днем Победы, да. Ну, и с сезоном, с шашлычным сезоном, с открытием. Всех вас поздравляем, всех обнимаем, всех любим и ценим. Будьте здоровы. Еще раз с праздником, все будьте здоровы. И всем пока, увидимся в следующих видео. Ребят, по скрипту, пару слов для тех, у кого, кто любит мясо, вот такими лаптями резать. Ну, сначала мы вот такие шампуры анализовали, потом я взял вот такой, гляньте, смотри, какая прелесть. Ну, красота, да и только. Это шампур для курицы, ну, если вот такие лапти мяса большие. Самое то, видите. Мотаем на ус, пока я жив, ребят. Пока.